Сейчас подстригаем газон. Это у нас первая подстрижка идет. Ее нужно обязательно выполнить вовремя. Это по размеру травы. Смотрите, чтобы она не переросла, не вытянулась. Иначе ее будет сложно подстригать. И она после подстрижки может пожелтеть. Это примерно 2 недели после того, как вы положили газон. Мы немножко подстригли еще триммером. Триммером стригли чуть-чуть, высоко, не допуская того, чтобы он выбивал газон. Вокруг камней именно. Либо вариант стричь садовыми ножницами, либо немножко пройтись триммером. Аккуратно, очень нужно внимательно делать, чтобы триммер ни в коем случае не боком, а вот так вот, плашмя. Так, чтобы он не выбил газон. А все остальное мы проходим газонокосилкой. Газонокосилка у нас маленькая. Сегодня здесь электрическая. Если вы приобретаете газонокосилку не бензиновую, а электрическую, то имейте в виду, что вам нужно дополнительно будет приобрести еще длинный провод для подсоединения к электричеству. Если вас не смущает, что вам придется везде тянуть за собой провод электрический в той территории, где у вас газон находится, то вы вполне можете обойтись и приобрести себе электрическую газонокосилку. Но опять же, будьте аккуратны. Когда отрежете траву, не наезжайте на сам провод, потому что лезвия, камень, ножи находятся внизу у машинки. И чтобы не повредить электрический провод. Будьте аккуратны при работе. Маленькое дополнение. Эта же газонокосилка очень хорошо убирает опавшую листву, измельчает ее и выбрасывает в короб сзади. Поэтому, если у вас есть деревья, которые растут над газоном, и они сбрасывают листву, не волнуйтесь, подстригайте траву, и она очень хорошо. Вот здесь, например, на примере растет мушмула, и она, вот у нее облетают вот такие вот листья. Их не надо дополнительно вычесывать, прочесывать, как-то упирать. Сейчас газонокосилка, она все прекрасно соберет и подстрижет траву, и соберет вот эти вот опавшие листья. Точно так же измельчит. Вот такая вот мелкая трава получается. Вот видите, какая скошенная, очень мелкая. Все и здесь. У газонокосилок есть такая функция, когда у них набирается корзинка для травы скошенной, когда она полная, газонокосилка автоматически отключается. Такая вот небольшая, на колесиках вот здесь еще есть вот такая вот ручка, вот эта, чтобы ее можно поднимать. После того, как вы подстригли газон, обязательно хорошо пролейте его, потому что он испытал стресс после подстрижки, и ему нужно восстановить силы. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Татя Гео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok